Здравствуйте, дорогие друзья! В процессе написания пятой книги, которая посвящена Перу, очень много материала, который я заложил, буду дополнять определенными фильмами. И здесь как раз, буквально, честно скажу, ну, наверное, уже десятка-два писем пришло, потому что как раз время резать домашнюю птицу. От моих друзей. Что же делать с Пером? Предупреждаю сразу, кто немножечко слабонервный, пожалуйста, лучше не смотреть, потому что это все связано с разделкой птицы. Давайте начнем. Перед вами вот находятся два скальпа, которые были мною срезаны из обыкновенных бролерных петушков. Так получилось, что моя любимая жена хотела к тем цыплятам, которые вывели мои карликовые курочки, чтобы не было грустно им, подкупила цыплят. Ну, подсунули бролеров. Не страшно, но, конечно, гады жрут немеренно. Теперь что по порядку? Вот, смотрите, я покажу сейчас вот большой, который имеется, скальп. Это магазинный петушка. Есть вот, который я приобретал в страйке, он в упаковке. Тоже петушка. Как вы видите, они все выглядят одинаково, так же, как вот у меня срезаны мои скальпы с петушков. Вот они выглядят так, там, где вот шкурка. Как у меня прошел процесс, рассказываю подробно. Это вот Олег, его здесь позывной, россиян. Мне буквально день назад попросил рассказать, как более подробно поступить ему с его пером. Как вы видите, здесь перо достаточно чистое, хорошее, ухоженное. У меня вышло так, что без меня, у меня, честно скажу, рука не поднялась. Кормильцев зарубить, шурин помог. Оставил мне кусок шеи вместе с головой. Вот здесь как раз находится гребень. И дальше идет сама шея. Что я сделал? Я просто взял скальпель, или, будем говорить так, нож, если нет скальпеля. Так как я еще и охотник, у меня есть соответствующие разделочные ножи. Если нет, можно обойтись хорошим кухонным ножом разделочным. И срезал буквально с головы, снял, он не зря называется скальп. От гребня и до щечек, как положено. И разрезал поперек на шеи. После этого я перо, как вы видите, оно у меня еще немножечко грязное. Но я его не буду приводить так в порядок, как нужно. Если у вас еще грязнее выйдет перо, его можно, после того, как вы снимете скальп, взять, пока оно все влажное, все сырое, можно все это полностью промыть под проточной водой. Но лучше, конечно, я это уже написал в книге, по уходу за пером, шерстью, мехом, не имеет значения. Это вот теплая вода, которая первую сделали пену, любым моющим, здесь уже без разницы. И мочалочкой пройдитесь вот так вдоль пера, бородок, пройти мочалочкой, смыть всю грязь, которая есть. То, что вы намочите, это не страшно. После этого в теплой воде, где я развожу 1 к 10 уксус, можно 1 к 5 обыкновенной столовой, окунули все это. И после этого я взял свои шкурки, вот как они есть, мокрые. Вот нашел первую попавшуюся газету, потому что начались морозы, а вся эта разделка происходила на улице и оставлена была на улице. Плюс к тому же у меня кот, любитель все это жевать. Поэтому я очень быстро все это подготовил. Вот положил аккуратно эти все мокрые шкурки, но предварительно перевернул, как они есть, и обильно-обильно посыпал солью. Вот ровно столько, как, будем говорить так, я украинец, и как сало солится, сало берет ровно столько соли, сколько оно возьмет, то есть засыпается хорошим шаром. И пока оно было, все это у меня влажное, перевернул и положил на газету. После этого у меня прошел, честно вам скажу, наверное, недели три, и вот по хрусту вы слышите, что уже они подсохли достаточно хорошо. Что я делаю? Можно увлажнить газету, а можно и просто вот так вот взять и отодрать. Посмотрите, что произошло. Вот у меня та же самая вот шкурка. Она просоленная, высохшая и готовая к употреблению. Так же, что с одной, что с другой. Все, у меня они, мои перья, готовы к работе. Теперь, что я еще иногда делаю? Это можно уже убирать, чтобы не сращать людей. Оставляем теперь вот так. Теперь обратите внимание, вот этому скальпу уже, наверное, через две недели будет лет десять. Вот я беру вот так шкурку, она хрустит и ломается, отламывается. Здесь я не делал, потому что он такой у меня общего потребления. Но вот в таких, дорогих, у меня все, как вы видите, гнется очень хорошо. Они все у меня с тыльной стороны шкурка вся смазана глицерином. Если промазать, можно детским кремом, можно глицерином. Чем угодно, но только таким, чтобы оно было нейтральным. После этого все, наше перо практически готово к работе. Храню я его вот в таких всевозможных разных пакетиках, чтобы не пересыхало. Но иногда бывает, допустим, тоже так, что пересохло. Я кладу в холодильник, и практически через 2-3 часа в холодильнике определенная влажность, мое перо становится опять мягеньким, мягким, хорошим, вернее, шкурка. И удобно работать. Теперь вы задавали мне ряд вопросов. В частности, Константин Радь. У него тоже подкинули родственники большое количество перьев. Вот, как вы видите, вот у меня вышел из этого бройлера Баджер. Что Баджер? Это вот на светлом фоне вот такие, как вы видите, чередования вот таких вот. Черное с белым. Это у нас уже называется Баджер. Это у меня вышел Гризли. Чередование полосок у меня идет. Светлых и темных. Очень хорошее будет для меня перо, которое пригодится мне для разных мокрых мушек. Но многие могут сказать, что вот этой птице нет, как говорится, и 8 месяцев, оно не годится. Честно скажу. Я тоже так думал. Но в процессе, когда я подготавливал перо, подсаливал его, мыл, чистил, понятное дело, определенные там перышки у меня выпадали. Я их собирал, подсушил, и потом они у меня все буквально пошли в дело. И я увидел, что можно годовалую птицу, но дело в том, что, как вы видите, она у меня выленила. Нет, если вот посмотреть, вот так разворачивать перо, то у меня нет вот черных, как мы их называем, черные палки. Это значит растут еще у него перья, он будет линять. То есть этот скальп вполне хорош, пригож, готов к работе. Можно пользоваться. Если птица не выленила, ребята, здесь перо будет плохое, мягкое, будет сыпаться и тянуться. Давайте мы теперь в процессе, вот я специально положу китайский, который есть. Вот он у нас, честно скажу, стоит 170 гривен. Это если плюс-минус трамвайная остановка на 2,8 поделите, выйдет в долларах. Ну давайте на 3, чтобы быстрее сделаем 180, это порядка 5 долларов, вот обходится вот такой. Или же вот мы имеем свое домашнее. Если по каким-либо причинам вы не можете снять скальп, тогда можно надергать перьев, пока еще шкурка целая. Но тогда надо обдавать кипятком, чтобы можно было удобно ободрать. Ну, лучше, конечно, срезать. У меня, честно вам скажу, это уже или третий, или пятый, точно не помню, вот по прошествии 7 лет, что я снимаю. Я снимал из куропаток, снимал с фазана, и практически вот все здесь хорошо. Единственное только лишь то, что, как вы задавали вопрос, если можно, как и где какое перо использовать. Поэтому я специально кладу это перо, для того, чтобы вы видели с магазинным, как лучше и откуда, какое брать перо. Теперь смотрите, ближе, вот получается, к гребню, к шее, вот они они, наши перышки. Вот эти все перья, они у нас все, вот и здесь такие же беленькие, красивенькие, и здесь такие же. Вот они годятся все на мушки, начиная от 16-го, 18-го номера, заканчивая там 32-ым, кто на каком крючке будет гораст вязать. Вот эту часть, вот, которая верхняя, и здесь, которая, вот она, она верхняя, идет на все мелкие крючки. Если вот так по центру поднять перо, то вы уже увидите, что здесь я вот так даже сделаю, чтобы было лучше видно. Давайте мы даже одно перо выдерим. Если смотреть на оборотки, взять крючок, как у соответствующего номера, как вы видите, оно клиновидное, и использовать перо желательно вот всю часть до вот этой вот, где идет, как с мякишем. То есть здесь дополнительное перья уже мягкое, оно не совсем годится. Поэтому для совсем сухих мушек идут вот эти части перьев до вот этого клина, где идет утолщение ости. Как подготавливать перо? Очень просто. Я слегка увлажнил пальцы, взял вот так, потянул его, и у меня все бородочки стали вертикально. Если смотреть на само перо и на ость, то, как вы видите вот здесь, она начинает уже добавлять толщину. Поэтому выбирайте так, чтобы длина обороток была одинакова. Но это уже пойдет на номер где-то 12-й, 14-й, на 16-й это уже крупноватое перо. Что касается других перьев. Чем дальше вы будете двигаться по скальпу, тем больше, крупнее, еще больше бородки у вас будут. И будет более мягче перо. Очень хорошо идет на все мокрые мушки. Здесь у меня точно так же. Я вот давайте возьму одно перышко ради интереса и точно так же вам покажу, чтобы вы видели разницу. Вот смотрите. Как вы видите, здесь перо насколько крупнее, потому что это уже совсем другая птица. Но та же самая закономерность. Вот те пуховые перья, которые вот здесь идут, о которых я говорил. Иногда, конечно, для мокрых мушек я использую вот эту часть для того, чтобы была дополнительно симпатичная игра. Но если мы выровняем все наши бородки, то мы увидим, насколько вот крупное это перо. Хотя я взял ее в средней части. Очень крупное. Если взять линеечку, приложить, ну, 2 сантиметра, 20 миллиметров, это практически уже шестой, шестой, четвертый, до восьмого даже не дотянет. То есть хорошее перо будет у нас на стримеры. Все мягенькое, достаточно хорошее. А вот эта часть уже можно немножечко использовать для сухих мушек. Так, эту, эту часть пера, если вот оборвать, вот так я сразу это делаю, чтобы у меня перо было готовое к работе. Давайте я подложу бумагу, наверное, чтобы было более контрастно. Вот так, да. Вот, и это перо. Как вы видите, видно, что бородки существенно отличаются. Но я вначале вроде бы так, как говорится, дариному коню в зубы не смотрят. Что касается такого пера у меня достаточно, я сильно не переживаю. Нет, правда, для сухих мушек, которая длинная, идет уже с седла. Там другая особенность пера. Но, вот, я эту всю часть использую для бокоплавов очень даже хорошо. Можно даже изготовить бокоплава с использованием одного пера. Сделать обмотку пальмером, сверху уложить чехликом пленку. Промотали леской, и у нас вот они готовы уже все. И лапки, и усики, и все есть. Так что, друзья мои, с пером очень просто. Если по каким-либо причинам у вас вышла такая ситуация, что, ну, не получится снять скальпом, или же шкурка будет разлазиться, или это. Берите частями, но все равно лучше сохранять на шкурке. Тогда вам более удобно будет классифицировать перо. Потому что, если мы будем брать, как я иногда беру для комариков своих, или там для других каких-то, то желательно брать перья приблизительно симметричные. То есть, левая часть и правая часть вот у меня идет. Потому что, если у него идет изгиб-загиб пера, от него мы никуда не денемся. Можно, конечно, выровнять, но оно нет никакого смысла. Вот, в принципе, это все. То есть, перо спокойненько заготавливайте, подготавливайте. Что касается покраски, в книге я все подготовил. Но вот такое перо можно покрасить будет в красный цвет, покрасить в зеленый цвет, цвет, который оттенок несколько будет отличаться. Но я в четвертой книге описал, то есть, принцип покраски меха такой же, как и принцип покраски пера. Потому что структура наших бородок такая же, как и у меха. Вот, пожалуй, и все. Благодарю вас за внимание. В завершение я покажу, вот, как есть такие же другие. Вот перья. Как вы видите, здесь тоже бородки достаточно крупные. Ну, скорее всего, что ребята тоже мне продали вот такого петушка. У китайского, понятное дело, все это значительно меньше. Будут вопросы, пишите на почту, ставьте комментарии. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.